Часть 2. Затем Ярополк смог вернуться в Киев и восстановить свою власть. Он предпринял ряд мероприятий для укрепления своей политической позиции, в том числе установил дружественные отношения со смежными княжествами и улучшил оборону Киева. Он также провел реформы внутри государственного управления, направленные на повышение благосостояния своих поданных. Ярополк также был известен своими внешними подвигами. В 980 году он вел успешные военные операции против печенегов, тюрок-селджуков и кимаков на Южной Руси. Он также установил дипломатические отношения с Византийской империей и принимал участие в международной торговле. Однако, его правление было прервано его смертью в 980 году. После его смерти в Киеве начались междоусобицы и борьба за власть между его потомками и братьями.